Доброе утро! Продолжает вещание. Я с большим удовольствием приветствую всех зрителей. Давайте узнаем о погоде на сегодня. День участковых уполномоченных полиции. Эта служба одна из наиболее важных в системе органов внутренних дел. Основу всегда составляли преданные своему делу люди. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью, они занимаются профилактической работой, ежедневно и ежечасно решают проблемы населения, вносят значительный вклад в дело укрепления общественного порядка. Современные участковые – это лицо полиции, связующее звено между населением вверенной территории и правоохранительной системой. Участковым по долгу службы приходится быть универсальными солдатами. В их компетенции находится весь спектр проблем участка – семейные конфликты, административные правонарушения, жалобы и обращения граждан. Отношение граждан к полиции прежде всего складывается благодаря их службе. Около двух лет назад в республике заработала новая почтовая служба «Кавказ». Чем занимается эта организация? Какие функции входят в ее обязанности? Как обстоят дела с кадровой политикой? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии Мэйса ведущей Белли Джозаевой ответит руководитель отдела логистики Национальной почтовой службы «Кавказ» по Корчаевой Черкесии Марат Матакаев. Доброе утро всем. Доброе утро, Марат. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Тем более вы у нас первый раз в гостях. А все потому, что вы возглавляете новую службу. Служба почтовая называется «Кавказ». И вот честно скажу, мне кажется, вы занимаетесь такой немножко неприятной работой. Знаете, вот это разносить письма счастья, а также задолженности за газ, я думаю, мало кому приятно их получать. Но, если серьезно, эту работу тоже должен кто-то делать. Я понимаю, что ваших работников, может, не везде так прям жалуют. Но хотелось бы узнать все-таки, как давно вы существуете? Чем конкретно вы занимаетесь? Добрый день, Белл. Но хочу сказать так, что на рынке услуг мы сравнительно недавно в нашей республике. В этом году исполняется два года, как мы существуем в Казахстане, в Чеческой республике. Да, кому-то может неприятно получать письма счастья, так называемые. Но хочу заметить, что там есть определенные сроки, которые позволяют человеку оплатить полстоимости суммы. То есть, 20 дней, льготный период действует на штраф. В течение этих 20 дней он может пойти оплатить не всю сумму, допустим, 500 рублей, а 250. Это же хорошо? То же самое по нашим газовым уведомлениям. Там уведомления о задолженности, о перемене счетчика или еще какие-то другие у них моменты присутствуют. Пользуясь случаем, хочу сказать так, что не нужно наших курьеров, почтальонов, воспринимать штыки. Не нужно там с лопатой выбегать, стрелять на них. Они делают свою работу. Они получают за это деньги. Ну, хотелось бы о вашем коллективе узнать. Сколько человек работает, как вы создавали штат и как распределяются обязанности? Ну, смотрите. Это филиал, да, насколько я понимаю? Это филиал, да. Наше, скажем так, управление находится в городе Ставрополь. Наш руководитель Иванов Тмитрий Павлович. У нас на данный момент в каждой районе находится пункт выдачи. То есть это Малокарачайский район, Карачайский район, Зеленчуцкий, Усть-Жигуртинский, Адвихаревский, Ногайский районы. Там находятся пункты выдачи для корреспонденции. Получают письма, выдают там, на местах. Для удобства населения. Но сами вы здесь, в Черкесске, базируетесь? Мы находимся, да. Сами в городе Черкесске находимся. И я хотела бы сделать акцент на то, что вот вы говорили в нашей предварительной беседе, что на местах, то есть в сельской местности не хватает почтальонов. С чем это связано? Ну, скажем так, кадровый голод у нас присутствует и сейчас. И до этого тоже было. Это связано с тем, что люди, как бы, может, само вот название, там, ну, курьер-почтальон, пойти отнести письмо, получить за это деньги. Может, как-то это им неудобно получается. А по большому счету, с рыдом человек получает 20 тысяч рублей. Вот на одной корреспонденции. А я так думаю, в сельской местности это очень актуально. Где безработица полнейшая. Где, ну, нету никаких там дополнительного заработка. Это было бы очень неплохо для них. Марат, ну и хотелось бы у вас узнать о каких-то ваших вот ближайших планах, целях, задачах вашей организации. Ну, у нас в плане расширения. То есть, хотим открыть еще пункт выдачи в Хабресском районе. Хотим пожелать нашему, скажем так, населению, чтобы они не нарушали правила дорожного движения. Вот, чтобы как-то экономили и наше время, и свои деньги. А почему именно вы этим занимаетесь, а не ГИБДД или вот почта центральная? Ну, раньше занималась вся Почта России этим. На данный момент занимаемся мы сейчас. По условиям нашего договора, контракта, мы этим вопросом сейчас занимаемся. То есть, доставка, заказная корреспонденция под роспись. Полностью занимается организация служба Кавказ почтовая? Да, да, да. Национальная почтовая служба Кавказ. Ну что ж, я желаю вам успехов в вашей, так сказать, новой работе. И хочу, чтобы люди были более добры к вам. Спасибо вам. Благодарю вас, здорово. Большое вас спасибо. Горнолыжный, курортный, пешеходный, конный – все это о туризме в Карачаево-Черкесии. Как сегодня он развивается, что делается для привлечения людей для отдыха? На все эти другие вопросы шерифат Лепшоковой ответил министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Тикеев. И вот ее специальный репортаж. Красоты Карачаева-Черкесии давно славятся в стране и за рубежом. Еще в советское время Донбай был местом притяжения для всех, кто не мыслил себя без гор. Поселок гостеприимно встречал туристов со всего СССР, стран Варшавского договора. Здесь можно было услышать немецкую речь, познакомиться с представителями дружественных стран Африки. Тысячи людей оздоравливались, открывали для себя новые горизонты. Проходя по горным маршрутам, могли почувствовать себя немного первооткрывателями. В последние годы развитие туризма в Карачаево-Черкесии встало на новые рельсы. Заметно увеличился поток туристов. Если раньше он исчислялся, как тогда казалось, неимоверными сотнями тысяч, то в последние годы доходит до полутора миллионов. Цифры впечатляющие. Ожидается, что они будут еще выше, так как ведется планомерная работа по привлечению отдыхающих в летний период и в межсезонье. Когда красота природы очаровывает новыми красками. Недаром Донбай признан одним из красивейших курортов страны. Но в Карачаево-Черкесии есть и другие места для гордости. Министерством туризма разрабатываются новые горно-пешеходные маршруты. Ведется работа по привлечению туристов в межсезонье. Так уже через неделю ожидается визит в республику представителей крупного международного туроператора «Аникстур». Мы совместно с ними планируем разработать пакетные туры для того, чтобы они уже продавали по стране и не только по стране, соответственно. И это нам даст возможность в том числе загружать вне сезон в наши гостиницы. Они приезжают, мы с ними объезжаем, ознакомливаем с инфраструктурой нашего региона, показываем им, какие у нас мощности есть, исходя из их требований и запросов. Это в том числе и пункты питания, и коллективные средства размещения, и развлекательная инфраструктура, которая есть, и исторические объекты, и маршруты наши в плане горно-пешеходки, не только горно-пешеходки, и конные, и джиппинги и так далее. В итоге, ознакомившись, мы формируем оптимальный пакет для того, чтобы они уже могли его тиражировать и продавать туристам. То есть уже турист, он берет пакетный тур, у него есть конкретная программа, он не выстраивает себе маршруты, он не ищет себе места проживания и так далее. Он покупает пакет, у него все четко, понятно и расписано прям по дням. Таким образом, он может и оптимизировать свои затраты, которые он не ищет, и с удовольствием провести время. В межсезонье даже самый взыскательный турист может по достоинству оценить красоту горного пейзажа, проникнуться атмосферой исторических объектов. Это Яландские храмы, знаменитый Лик Христа, ставший местом паломничества сотни тысяч людей со всей страны. Министр туризма Расул Тикев говорит, нельзя оставить без внимания и экологический туризм. Так востребованы в наше время. Для гостей должен быть создан соответствующий сервис с пунктами питания, местами для отдыха, когда турист по желанию сможет выбрать пакетный тур длиной в пять дней, а то и две недели, с посещением медовых водопадов, плато Бермамыт, знаменитых озер. Есть и очень амбициозные планы – связать горно-пешеходной тропой исторические объекты, создав так называемый храмовый маршрут. Эти храмы, и Сентинский, и Шаминский, и Нижнеархевский храмовый комплекс находятся в Министерстве туризма. Мы их рассматриваем как объекты туристического притяжения. И проводим сейчас как раз работу и с Министерством культуры Российской Федерации по возможности не только реставрации их. Реставрация не предполагает обновления и сделать что-то новое. Все будет сохранено, потому что мы не можем их переделать. Это наша история, они должны в первозданном виде быть сохранены, но они должны быть оборудованы под современного пользователя, то есть использование как туристические объекты. Соответственно, не только сами здания и помещения, а еще и благоустройство территории имеет большое значение, чтобы турист, приезжающий, мог на этой территории получить весь, так сказать, спектр необходимых своих потребностей. Этнотуризм – еще одно направление, которое можно развивать в республике. Три старинных аула – Карчурт, Хурзу, Кучкулан – по праву называют колбелью Карачаев. Каждая улица здесь дышит стариной, с его фамильными родами, особой атмосферой горского быта, домами с рубами, которыми счисляются сотни лет. Они одни из первых деревянных строений на Кавказе. Имеются места, веянные легендами, как Камень Карчи, знаковое место Буташа или же знаменитое Хасулкинское сражение. Но как сделать эти места привлекательными для туриста? Это мы называем этнотуризмом. То есть это как раз, когда турист, это про то, когда турист может приехать, даже при желании пожить некоторое время, увидеть и традиции, и быт народов Карача-Черкесии. То есть, так сказать, окунуться в прошлое. Ну и, соответственно, получить массу приятных впечатлений. Я считаю, что этнотуризм – это такое достаточно популярное направление. Оно сегодня развивается у нас в стране. И мы также планируем. Но основной вопрос – это все-таки инициативы предпринимательские. Объекты этнотуризма, они же должны каким-то образом содержаться, самоокупаться. Соответственно, есть и грантовые направления, Ростуризм проводит, в том числе вот такие предпринимательские инициативы, когда предприниматели заявляются, рассказывают о своих проектах, готовят эти бизнес-планы, направляют заявки, соответственно, получают средства и реализовывают это. То есть это должно вот таким образом выстраиваться. Задача государства, говорит министр, поддержать предпринимательские инициативы. Ведется работа с тревел-блокерами, которые посещают нашу республику. Планируется показывать им достопримечательности, чтобы те, в свою очередь, транслировали их дальше. Но главное, среди жителей республики есть немало желающих работать в сфере туризма, развивать собственный регион. Министерства помогают им разрабатывать документацию, способствуют получению грантов, улучшают условия работы. Мне даже приятно отметить, что есть молодые ребята, которые хотят этим заниматься. Которые хотят этим заниматься, обустраивать маршруты и даже предоставлять прям такие интересные продукты качественные, в том числе и пакетные туры. Наши ребята есть, которые занимаются, это наши турагенты. И среди них есть предпринимательские инициативы как раз, и в том числе поэт на туризм. Но как сделать так, чтобы турист захотел вернуться в республику, чтобы еще раз окунуться в атмосферу кавказского гостеприимства. Ведь путешественник должен уехать с добрыми воспоминаниями, получить лучшие впечатления. Министерство туризма планирует провести образовательные мероприятия для ательеров и обслуживающего персонала, чтобы турист получил не только доступные базовые услуги, но и почувствовал атмосферу добродушья и искреннего гостеприимства. Мы сейчас работаем над созданием цифровой платформы, туристская цифровая платформа региональная. Это вот как раз про то, что такое Карачао-Черкесия. То есть турист, въезжающий в регион, он сможет, если даже он не узнал еще, что есть такая платформа, на въезде в регион он спокойно может с QR-кода скачать приложением себе в телефон, открыть эту платформу, увидеть весь туристский потенциал, выстроить маршруты, приобрести там себе пакетные туры, либо забронировать гостиницу, понять, куда он едет. Мы будем, скорее всего, отмечать знаком качества. То есть турист уже, а платформой будет пользоваться все туристы, потому что она станет популярной, однозначно, потому что это тот информационный ресурс, где можно узнать все. Это не так, чтобы вы пошли искать о Донбайе где-то в интернете, гуглите информацию, о Бархазии еще где-то там ищите, узнаете, а что за маршруты есть вообще в Бархазии или в Донбайе, а куда можно пойти, подходите к кому-то, спрашивайте что-то. Там вся информация будет. Соответственно, она будет удобная для пользователя, а поскольку она будет удобная для пользователя и еще насыщенной информацией, несомненно, ее будут пользоваться. А когда туристы будут пользоваться ей, там будут отмечены те отели и пункты питания, и все остальные оказания услуг туристских, они будут отмечаться знаком качества. Отрадно, что по результатам независимых исследований Карачаева-Черкесия еще за три года до коронавируса вошла в тройку лучших курортов по лояльности. Это означает, что однажды приехавший турист повторил свою поездку. Исследование говорит о многом и стимулирует на большее развитие. Наряду с Архизом в рамках реализации подпрограммы «Туризм» в Донбайе были установлены объекты инженерной инфраструктуры с искусственным оснижением. Планируется строительство очередной канатной дороги, реконструкция и строительство новых трасс. Нагрянувшая пандемия коронавируса коснулась всех сфер. «Туризм» не стал исключением. Мистерство проводит в этом направлении определенную работу. Предпринимаются усилия для безопасного пребывания туристов. В соответствии с указом главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Борисовича Тимрезова нами проводится работа с предпринимателями, осуществляющими деятельность в курортных зонах на предмет введения QR-кодов, соблюдения всех мероприятий, предписанных Роспотребнадзором. Есть утвержденные методические рекомендации. И вот в самое ближайшее время совместно с муниципалитетами в составе рабочих групп министерства выезжают на проверочные мероприятия для, в том числе, разъяснения, как, если у предпринимателя нет понимания, каким образом это выстраивать, работу с QR-кодами, то и разъяснение будет, и, соответственно, проверка будет на предмет соблюдения антиковидных мер. Это важно, и мы должны понимать, что если мы не будем предпринимать усилия для того, чтобы обеспечить, так сказать, безопасное в плане ковида пребывание туриста на местности, мы получим очаг возникновения коронавируса в Салмадоре. Поэтому эта работа проводится. Несмотря на существующие проблемы, в республике планируется развивать экологический туризм. Это трендовое направление, говорит министр. У нас огромный потенциал, и развитие экологического туризма будет в приоритете. Обустроятся горно-пешеходные тропы с соответствующей инфраструктурой, навигацией, местами остановок. Открываются новые перспективы и для бальнеологического туризма. Ведется строительство дороги на Пхию с ее нетронутой красотой и уникальными минеральными источниками. Эти места планируется насытить инфраструктурой для того, чтобы люди могли оздоровиться в комфортных условиях и открыли бы для себя еще одно направление для отдыха. Сегодня Международный день студентов. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне. Дата установлена в памяти о чешских студентах, патриотах. Конечно, этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем. Уже совсем не дети, но еще не совсем взрослые. У них особенная психология. Смесь ответственности и безответственности, осознанности и бесшабашности. Студенческие годы принято считать самыми счастливыми и беззаботными, поскольку в эту пору стремления молодых людей направлены не только на саморазвитие, учебу и поиск себя, но и на поиск новых эмоций и впечатлений. Я рада была встретиться с вами, нашими телезрителями. Желаю вам только добрых вестей и положительных эмоций. В 14.30 смотрите вместе с Ашемезом Пхешховым в вести. Хорошего дня. До завтра на канале Россия-1. Редактор субтитров А.Семкин